День Республики Татарстан. Пожар в Геленджике. Адаптироваться в новом коллективе да легко. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. Завершился ежегодный фестиваль «Долго будет Карелия с Ницей» организованной федерацией Горреспублики Карелии и Петрозаводским государственным университетом. Студенты КФУ – бронзовые призеры фестиваля. В состав команды Казанского федерального университета вошли три участника. Студент Института физики Марат Баймурзин и студент Института информационных технологий и интеллектуальных систем Игорь Влад и Андрей Хафизов. Марат и Игорь попали в двадцатку сильнейших игроков, а Андрей завоевал бронзовую медаль чемпионата. 30 августа свой день рождения отмечает яркая многонациональная республика Татарстан. Именинницей стала и Казань. В этом 2023 году ей исполняется 1018 лет, а республике Татарстан – 33 года. Об истории становления и развития – далее. Чай с молоком, треугольник и чак-чак. Все это ассоциируется с республикой Татарстан на международном уровне. Дружная, красивая и многонациональная республика, которая отмечает сегодня день рождения. Что это за Татарстан, который богат своей историей, легендами и культурой? 30 августа жители Татарстана празднуют рождение своего региона – День Республики Татарстан. В этот день, в 1990 году, Верховный Совет Республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР – столице многонациональной республики Солнечный город Казань, расположенный на берегу Волги. История татарского народа сложна и противоречива. Изначально татары входили в состав государства Волжская Булгария, хоть и сопротивлялись завоевательным походам монголов. Следует отметить, что 30 августа – это знаменательный день в развитии и Российской Федерации, и в развитии Республики Татарстан. Потому что после того, как произошел распад Советского Союза, начался процесс суверенизации также и регионов Российской Федерации. И в том числе процессы суверенизации начинались и в Республике Татарстан. И нужно отметить, что, наверное, из всех регионов России Татарстан наиболее успешно и достойно прошел путь суверенизации, поскольку в этом заслуга, в первую очередь, первого президента Республики Татарстан – Ментимер Шарипа Чешаймиева. После возникновения в 15 веке Казанского ханства соперничество с монголами сменилось на противостояние с московским государством. В 1552 году Иван IV завоевал Казань и включил ее в состав Русского царства. В составе России регион именовался сначала Казанским царством, позднее Казанской губернии. Территория не имела самоуправления. Главой региона был губернатор, которого назначал непосредственно правитель государства. 30 августа 1990 года регион получил статус Татарской Советской Социалистической Республики. После распада СССР Республика Татарстан не вышла из состава государства, а продолжает существовать как субъект Российской Федерации. Мы с вами прекрасно знаем, что период суверенизации был очень сложный. И в ряде регионов России произошли серьезные столкновения с федеральным центром. И, конечно, хочется сказать, что большое счастье Республики Татарстан, что вот эти сложные острые события нас миновали. И вот уже благодаря тому, что мы пережили вот этот сложный период суверенизации, вот уже долгие-долгие десятилетия, Республика Татарстан находится в состоянии мирного, спокойного развития. У нас действительно мирно существуют все конфессии, все религии. И немаловажно также отметить, что огромное значение для развития Республики Татарстан имел тот факт, что был подписан договор о распределении полномочий между Республикой Татарстан и Федеральным центром, благодаря которому удалось фактически реструктурировать всю экономику Республики Татарстан. И вот тот огромный потенциал, в том числе и в нефтяной сфере, который имела Республика еще в советские годы, он был поставлен во многом на службу самой Республики. Помимо Дня Республики, свой день рождения отмечает столица региона Казань. В этом году городу исполняется 1018 лет. Казань является третьей столицей Российской Федерации, а Белый Кремль входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время столица Татарстана – один из развитых и благоустроенных городов России. Казань поражает не только своим размахом и богатством, но и историей и культурой. Сегодня Татарстан остается лидером развития среди российских регионов, одним из лидеров. Он, безусловно, сегодня входит в группу трех наиболее развитых центров России. Недаром говорят, что Казань – это третья столица. С этим очень сложно поспорить, поскольку действительно все, кто приезжают из других российских регионов, с восторгом отзываются о том, что у нас в Казани происходит и в республике происходит. Ну и действительно нужно подчеркнуть, что, конечно, огромная заслуга принадлежит в том, что и Казань, и республика Татарстан так замечательно развиваются, в том, что у нас действительно мудрое руководство в лице Раиса республики Руслана Наргалевича Мениханова. И вот эта ситуация, она, конечно, позволяет Татарстану достойно и уверенно смотреть в будущее. И нет сомнения в том, что вот этот прогресс, который идет уже десятилетия, он будет продолжаться и только нарастать. Отметим, что для жителей Татарстана этот праздник важен не только потому, что это выходной, но и потому, что в день рождения республики в каждом просыпается дух истинного татарина. Обычно в день образования республики татарстанцы выходят на улицу, принимают участие в мероприятиях у Кремля. И поздравляют друг друга с праздником. Город большой, масштабный, очень такой оживленный город. Очень много молодежи. Вот я привез дочку свою, она поступила в КФУ, будет здесь учиться. С треугольниками мы любим покушать. А еще с миром, благополучием и, как всегда, родные лица кругом. Мне нравится то, что тут очень красиво. Есть трава зеленая, есть очень много красивых храмов. День республики Татарстан – всенародный праздник в регионе. В этот день Раис республики Татарстан Рустам Миниханов традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный праздничный облик. Торжества в городах завершаются вечерним праздничным салютом. Адалина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. Второй день продолжается тушение мощного пожара в Геленджике. За это время площадь его увеличилась до 118 гектаров. Тушить пожар помогают местные жители. Что могло стать причиной возгорания, расскажет Маргарита Михайлова. Ребята звонила несколько раз, но дело в том, что там только что вот перед моими глазами через несколько домов новый пожар начался, видимо, искрой передается. Звоните тоже, но если одну машину отправят, они не успокоят этот огонь. Пожар нужно, чтобы еще машины какие-то подъехали. Точный адрес скажите, чтобы мы могли. Там несколько пожаров началось уже выше, начал гореть лес между домами. Так накануне в городе Геленджик начинался пожар, площадь которого буквально за сутки стремительно разрослась до 118 гектаров. Очаг возгорания, по данным МЧС, возник в районе Бабурковой щели. Пламя довольно быстро перекинулось на лесные массивы. Здесь надо что еще сказать, что действительно должны предприниматься меры пожароопасности. Они, собственно говоря, предпринимаются, административные меры. Ну, в такие периоды ограниченный доспос леса запрещается жечь там кострыли, допустим. И многое другое запрещается. Но надо, откровенно говоря, и нашему населению быть в этом отношении сознательным и понимать опасность тех самых своих проступок, которые могут вызвать в условиях пожароопасность именно пожара. По данным МВД, в настоящий момент задержан предполагаемый виновник пожара. Предварительно установлено, что он, находясь на территории своего домовладения, оголил провода, что спровоцировало возгорание лесной подстилки. К сожалению, чаще всего пожара на 80-90% на территории России возникает по имени человека. Почему? Потому что действительно сухо, и тем более, если порывы ветра есть. И вот попадает либо окурок, либо там сжигают сухую траву по весне, либо еще что-либо делают, какие-то хозяйственные, так сказать, свои работы, сварки или прочее. И вот это самое страшное. В ликвидации пожара задействованы местные пожарные, спасатели и коммунальщики. Лесники из ближайших городов, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы. Процесс осложняется гористой местностью и сильным ветром. Также к тушению пожара подключились два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8. Местные жители беспокоятся. Весь пламя приблизилось к району, в котором расположен сафари-парк. Однако до него пожар не дошел. Жизнь показывает, что ежегодно, ежегодно, в летний период, постоянно идет информация о том, что в том месте, в другом месте, в одной стране, в другой стране эти события происходят. То есть это как бы какое-то неизбежное зло. И вопрос заключается лишь в том, чтобы именно это зло как-то уменьшить. Видимо, избежать полностью этого события нельзя. Только за этот день на очаге возгорания сброшено более 120 тонн воды. МЧС подчеркивает, что угрозы объектам инфраструктуры нет. Ситуация сложная, но она находится под контролем. Маргарита Михайлова, Универньюс. После школы многим тяжело сразу адаптироваться к совсем другой обстановке. Как показать себя и справиться с внутренними страхами, об этом расскажем далее. Школьная пора закончилась и началась новая, студенческая. Совсем иные правила и порядки, к которым сразу не привыкнуть. Стресс от переезда и необходимости создания нового круга общения может появиться у каждого студента. Но справиться с давлением способны не все, особенно в условиях полной смены окружающей обстановки. Так как же правильно произвести хорошее впечатление на новый коллектив и при этом не испытывать стресс? Ответ на этот вопрос не может быть дан однозначно. Существует множество психологических приемов и тактик, которые способны сделать адаптацию на новом месте более комфортной для всех. Психологи утверждают, что любому человеку, будь это ребенок или взрослый, нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям. Кроме того, ключевым моментом в постановке себя и своей личности в группе эксперты считают именно этап знакомства, где студент сможет заявить о себе и дать толчок к дальнейшему развитию взаимоотношений. Самое главное здесь, конечно же, чтобы не угодить коллективу, а чтобы тебе было комфортно. И нужно работать над тем, чтобы тебя устраивало то, как тебя оценивают, ту, какую роль ты играешь в группе. Наряду с тяжелым процессом адаптации студенты вполне могут столкнуться с травлей. Она может принимать разные формы, но все они причиняют вред. Даже если так называемый буллинг не носит физический характер, человек, подвергающийся постоянным оскорблениям, может на всю жизнь получить эмоциональную травму. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, опрошенные часто сталкиваются с травлей в школе. Это 38%. Доля тех, кто подвергается буллингу в школе и университете, составляет 13%. Эксперты отмечают, что при осознанном подходе неприятностей можно с легкостью избежать. Если имеет место некий буллинг в группе, то надо его ликвидировать вначале. А для этого необходимо почитать признаки начинающегося буллинга. Личность, которая решает свои психологические проблемы, давление на какую-то другую личность. Часто буллинг – это проблема личности, как раз той самой личности, которая развивает этот буллинг. Надо его выявить. Переживания по поводу нового коллектива и обстановки не появляются на пустом месте. Специалисты отмечают, что справиться со сложностями можно при условии работы над собой и над устойчивостью собственной самооценки. В этом случае адаптация может пройти безболезненно, и студенческие годы принесут множество новых друзей. Елизавета Газизянова, Николай Асуховский, Фарид Захитоглы, Универньюз. Уже этой ночью жители Татарстана станут свидетелями уникального астрономического явления – голубого суперлуния. Все подробности смотрите далее. Луна всегда завораживала и привлекала внимание жителей нашей планеты. Ей посвящают песни, с ней связывают мифы и легенды. А еще она влияет на многие физические процессы. К примеру, приливы и отливы, давление и магнитное поле. Астрономы издревле следят за этим удивительным небесным телом. Сегодня ночью жители планеты станут свидетелями поистине уникального события – голубого суперлуния. Луна будет, в общем-то, достаточно крупная, и все желающие могут, используя телескопы, прекрасно увидеть кратеры, горы, моря на лунной поверхности. Вообще, я считаю, что наблюдать Луну всегда очень значимо и интересно. Что же такое голубая луна? Так называют второе полнолуние в месяце. Голубой на самом деле она не станет. По некоторым данным, название явления произошло от английского фразеологизма – «once in a blue moon» – «однажды в голубую луну». То есть «очень редко» или «никогда». В следующий раз мы сможем увидеть голубую луну только в 2026 году. Это мы только говорим, что она будет ближе всего и так далее. С помощью телескопов, особенно телескопов Астрономической обсерватории рефрактора, самого большого визуального телескопа в России и таких только 26 в мире сейчас действующих. Каждый может увидеть луну близко, она чуть-чуть дальше, но все объекты будут видны прекрасно. Следует отметить, что уникальность астрономического явления еще и в том, что это будет не просто голубая луна, а голубая супер-луна. Небесное тело будет в максимально близкой к Земле точке. А значит, в эту ночь луна будет на 7% больше и на 14% ярче. Маргарита Михайлова, Фарид Захитогой, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!